МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу события. С вами в студии Александр Новиков. Здравствуйте. Россия ожидает новая волна коронавируса, вызванная штаммом омикрон. В Брянской области уже принят ряд мер, чтобы преодолеть эту волну. Пожалуй, самое важное из них увеличение скорости исследований, чтобы понимать, каким вирусом заражен человек. Омикрон это или дельта, а может быть и обычная простуда. Также важно получать оперативную информацию, какие лекарства нужны, как вызвать врача или попасть на прием. Решение усилить на период прохождения новой волны штат колл-центра 122. Подробно о готовности региона к встрече с штаммом омикрон в прямом эфире федерального телеканала рассказал губернатор Брянской области Александр Богомас. Мы сегодня видим, что у нас понемножку начинает расти. Если взять сегодняшний день, то у нас всего 172 заболевших, вчера было 162. После вчера там было 158. То есть мы видим, уже начинается небольшой рост. И вчера у нас уже выявлен омикрон. Это заболела семья. Заболела семья мужчин, которому 72 года, и две дочери. Одна из них привита файзером. Но мы видим также, что дочери, которая привита, она болеет легко. После дела только что выявили, а так она, можно сказать, не болеет. А мужчина, который болеет, то легкая температура, покашливание. Это то, что мы сегодня видим. И мы, конечно же, видим, что мы начинаем потихоньку уже прорастать. Если говорить о системе здравоохранения Брянской области, то мы уже это будем проходить пятую волну. К этому мы уже подготовлены, все обучены. Люди знают, что делать, как делать. Люди работают в тех же госпиталях, в которых у нас на сегодня работает 10 госпиталей на 1700 мест. Всего находится там 953 человека. На амбулаторном 1700. Но мы готовы в любой момент еще запустить 7. И это будет у нас 3200 мест. И буквально в конце этого месяца, и в начале следующего месяца, мы откроем, ну, по мере того, как будет ситуация, мы открываем юридический корпус на 90 коек, который мы построили за областные деньги, буквально за этот год. И будет использован он как госпиталь ковидный, для того, чтобы там и лечить ковидных больных. Это будет 200 коек. И плюс делать операции тем, кому необходимо, кто заболел, и вдруг нужны аппендицит, там и другие операции, которые никто не от этого не уходит. И вот этот госпитал мы запустим. Вот. Если говорить о самой обеспечении, о техническом обеспечении, то у нас закуплены СИЗы на 3 месяца вперед. У нас закуплены лекарства на 3 месяца. У нас есть в наличии машины скорой помощи. Мы оснастили еще за счет областного бюджета. И в этом году и на протяжении последних 5 лет не только машины скорой помощи, но и легковыми машинами для того, чтобы наши врачи могли выезжать с наших поликлиник к больным и оказывать помощь на дому. То есть эту работу мы ведем. И после вчерашнего совещания с премьер-министром, в котором были поставлены задачи и рассказаны о том опыте, который уже сегодня имеют наши регионы, такие как Москва, Московская, Санкт-Петербург. И они видят о том, что у них сегодня, да, растет заболеваемость, но не растет госпитализация. И одна из проблем – это информирование людей. Это колл-центры, которых мы сегодня уже увеличили с 20 до 42 единиц. И учитывая то, что много будут заболевших, то есть в разы, то есть то, что было, если у нас было там самое большое – 500, но если там в 3-4 раза, то будет по 2 тысячи, то, конечно, одна из проблем – это тестирование населения, тестирование населения и быстрое получение результатов, учитывая, что у нас 27 муниципальных районов, которые находятся на расстоянии 100, 200 км, 240. Но мы здесь рассматриваем, чтобы еще подключить автомобили, водители, которые будут доставлять эти тесты два раза в сутки для того, чтобы мы могли получать через 24-часовые результаты, чтобы люди знали, что у них или ковид, или это просто простудное заболевание. Эту работу мы и ведем. И, ну, я надеюсь на то, что… Да, я уверен в том, что мы, как и предыдущие, мы переживем, и, может быть, это и будет последняя волна. Я бы хочу сказать, что мы не расслабились, наоборот, мы напряжены, напряжены в том, что он более заразный, и, значит, люди будут больше заражаться, и поэтому мы, наших всех медицинских работников, они у нас, по сути дела, привиты почти 100%, они все прошли ревакцинацию. Ревакцинацию, чтобы нам то звено, которое будут лечить, оно было постоянной боевой готовности. Также и на предприятиях, которые постоянного цикла, это все ЖКХ, тепло, газ, вода, канализация, вот, те же самые продукты питания, там именно и работаем с коллективом, и к тому, чтобы и были дополнительные бригады созданы. Ну и, конечно же, мы сегодня уже прорабатываем те меры, которые нам, если будут распространяться, будем ладить. Это, конечно же, и будем смотреть сейчас по массовым мероприятиям, по всем, по культурным мероприятиям, по спортивным мероприятиям. Скорее всего, на этот месяц мы эти массовые мероприятия, мы как-то ограничим. Но посмотрим, как будут развиваться. Что касается детских садов, школ, то здесь, если маленькая школа, то мы планируем полностью закрывать, если большая, то по классам. Но будем смотреть, как будет ситуация развиваться, так и будем принимать те меры, которые будут ограничивать распространение данной кровительственной инфекции. Митрополит Александр совершил литургию и великое освящение воды в кафедральном соборе во имя Святой Троицы. Владыка окропил верующих святой водой и обратился к прихожанам с проповедью. Бывает, нуждая духовное и телесное, прибегайте к крещенской воде. Понемножку ее пейте с молитвой. Просите Господа, что Он исцелил наши духовные и душевные и телесные недуги. После богослужения все желающие смогли набрать крещенской воды. По словам митрополита, храниться и приносить пользу. Духу и телу верующих она может годами. Это, конечно, очень великий праздник, очень важный для всех нас, для русских людей и не только для русских. Этот праздник почитается издревле. И, наверное, он не только индивидуально, но и семейный большой праздник, богоявление, когда сам Господь, Он явил Себя Святой Троицы для всех, для нас, для людей. Поэтому мы должны, конечно, прийти, воздать Ему должное, поклониться, набрать эту святую воду и окропить свой дом. Следующий большой православный праздник будет 15 февраля. Его дата не меняется из года в год. Праздник называется Сретение и посвящен встрече ветхозаветного праведника Симеона и младенца Христа. Светлана Дробкова при поддержке пресс-службы Брянской епархии. Брянщина вместе со всей Россией отметила один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По многолетней традиции в Иордании и Проруби окунулись тысячи людей. Из 58 специально организованных для Крещенских купаний мест самыми популярными стали Центральный пляж Брянска, Стодольское озеро в Клинцах, купели в Выгоническом и Карачевском районах. За ночными омовениями наблюдали наши съемочные группы. Давай! Крещенские купания в Брянске начались накануне вечером. Напомним, в этом году в областном центре оборудовали три официальные купели. Традиционно самое большое количество посетителей принял пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский». Окунуться в Иордань отважились сотни людей. Бодрит, сразу чувствуется, хочется идти дальше, еще раз купаться, сразу. Супер, супер! Советую всем, не пожалеете. Не первый год. Наверное, шестой год, и все подряд купаются. Как всегда, молодец. Это как обряд уже, ритуал, все вместе. У нас из векра, у моего день рождения на крещение, так это уже традиция купаться на крещение. Металлические ограждения, деревянные настилы по традиции, полевая кухня с горячим чаем для комфорта, водолазы-спасатели, полиция, медики, инспекторы ГИМС и активисты общества спасания на водах из соображений безопасности. Крещенские купания в Брянской области сопровождали в общей сложности больше 400 специалистов. Присутствуют представители муниципалитетов, полиции, спасатели, медицинские работники. На всех купелях все организовано, проходит все в штатном режиме. Сила и средства спланированы на территории области. Сила готова к реагированию 434 человека и 140 единиц техники. Православную традицию официально поддержали муниципалитеты. К примеру, клинцы организовали сразу два места для купаний. Купель в селе Ордонь и Ордань на озере Стадол. К праздникам всех хорошее. По подсчетам сотрудников МЧС, за ночь в регионе более 8,5 тысячи человек посетили места, оборудованные для крещенских купаний. Это примерно на треть больше, чем в прошлом году. При этом в самом обряде участвовали чуть больше 4200 человек. Это на 17% больше, чем год назад. Светлана Дробкова, Александр Власов, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. События. Брянск. Клинцы. С наступлением крещения завершились святки. Это праздничный период с 8 по 17 января. Или, как говорилось в народе, от звезды до воды. Это особое время в году, время добра и радости, время славить родившегося Христа и делиться праздником с другими. По существу, святки – это единый праздник, протянувшийся на целых 10 дней. А давайте вспомним галятку. Какую мы пели? В старину на Руси период между праздниками Рождества, Христово и Крещения Господня считался самым подходящим для гадания. Святочные гадания делились на три этапа – об урожае, о судьбе членов семьи, о замужестве или женитьбе. Об этой традиции не забыли и по сей день. 18 января руководитель студии «Зазеркалье» ДК «Ордонь» Яна Носова провела для своих воспитанников мероприятие «Раз в крещенский вечерок девушки гадали», во время которого рассказала о традиции гадания на святочной неделе. В нашем селе с давних времен существует традиция гадать святочные вечера. В девичестве мы собирались с подружками в доме, рассказывали гадания, о которых нам поведали наши мамы и бабушки. И, конечно же, гадали. Я думаю, эти традиции должны жить в поколениях. Виды гадания передавались и передаются из поколения в поколение. И существует их огромное множество. Гадания на башмачке, на вещах, зеркалах и многое другое. У тебя сахар. Кто знает, что означает сахар? Будет сладкая жизнь. Правильно, Соня. Наши предки были весьма изобретательны, когда пытались узнать свою судьбу. Гадали даже с помощью петуха. Как это происходило, все участники мероприятия смогли увидеть собственными глазами. Выпустим петуха. И у кого петух первый клюнет, у того первого желание это избудется. Александр Новиков, Евгений Цветков, Григорий Дупанов, Андрей Шевченко. События. Клинцовский район. С середины 2021 года в регионе введена углубленная диспансеризация для пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Последствия ковида требуют длительного наблюдения переболевших для коррекции лечения осложнений. Как диспансеризация работает в пятой поликлинике города Брянск. Об этом наш следующий репортаж. Мария Васильевна тяжело переболела в середине 2020 года. Результат КТ – поражение 75% легочной ткани. Восстанавливаюсь я в течение года. Тяжело дышать было и всё. Короче, мне с поликлиники, с нашей позвонила медсестра и сказала, что я должна пройти диспансеризацию. Ну вот, в 2021 я дважды проходила диспансеризацию. В начале года, в конце года углубленную. И вот сейчас опять новая диспансеризация. Углубленную постковидную диспансеризацию рекомендовано пройти всем переболевшим. Тем, кто перенёс корону тяжело, диспансеризация обязательна. Эта диспансеризация включает в себя два этапа. На первом этапе проводится определённое обследование. Это пульсоксиметрия, это тест с шестиминутной ходьбой, это исследование Дедимира для тех пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, средней степени и тяжёлой степени тяжести. Ещё на первом этапе диспансеризации исследуют кровь и делают флюорографию органов грудной клетки. При обнаружении патологии исследования продолжают. На втором этапе может проводиться ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей, эхокардиография, компьютерная томография органов грудной клетки. Постковидная диспансеризация помогает достоверно выявить возможные осложнения и более качественно вести пациентов. Восстанавливаюсь, улучшения есть. Вот видите, то раньше у меня ситуация была пониженная, сейчас уже 96-97 сегодня, слава богу. Дышать уже намного легче. Врачи неустанно повторяют, что восстановление от новой коронавирусной инфекции идёт значительно легче, если пациент был предварительно вакцинирован. Стопроцентную гарантию от заражения прививка, конечно, не даст, но зато значительно снизит риски тяжёлого течения ковида. Алексей Есипенко, Анатолий Чикрыгин, События Брянск. Троллейбусный парк Брянска начинает обновление с этого года. Сначала планируется закупить 62 троллейбуса, в следующем году ещё 38. Всего 100 машин, часть из которых с автономным ходом. Появятся ли новые маршруты, насколько троллейбусы будут комфортными для пассажиров, узнала наш корреспондент Екатерина Зойдина. Так выглядит троллейбусный парк Брянска сегодня. Из 89 машин на линию выходит только 54. Срок эксплуатации у многих уже истёк. 97% его уже требует обновления, потому что троллейбусы эти все уже за пределами амортизационных сроков. Есть машины, которые по 20 лет эксплуатируются. Средний возраст парка где-то около 19 лет. Подолжены? Ну, амортизационный срок 7 лет, а срок эксплуатации не более 15. Вот и получается, что замена транспорта необходима уже давно. Полное обновление парка станет для троллейбусного управления новым этапом. 62 троллейбуса закупят в этом году и 38 в следующем. 100 современных машин вместо старых – 89. Общий проект модернизации, он коснётся не только приобретения новых троллейбусов, но также и модернизации тяговых подстанций наших энергоснабжающего комплекса, контактных кабельных сетей. Общая сумма этого проекта – 4 миллиарда рублей. 2 миллиарда выделяется федерацией в рамках льготного кредита, который предоставляется региону. А половина суммы – 2 миллиарда – это будут инвестиции, лизинг на приобретение троллейбусов, которые будут выплачиваться за счёт собственных средств предприятия. То есть в эту сумму входит и обновление троллейбусного парка, и обновление инфраструктуры. Какими будут новые троллейбусы? Это удобные низкопольные машины с кондиционерами, оборудованные видеорегистраторами и системой ГЛОНАСС. Планируется приобрести два вида троллейбусов. Основная часть – машины с аварийным ходом 150 метров, без контактной сети. 13 машин с автономным ходом до 20 километров. На сегодняшний момент есть предложение продлить определённые маршруты до микрорайона Десноград. Это очень развивающийся микрорайон, поэтому есть определённые цели, предпосылки, что действительно троллейбусы с автономным ходом будут работать именно до данного микрорайона. В целом маршрутная сеть в Брянске меняться не будет. Планируется сделать более удобным график в утреннее, вечернее и ночное время и сократить интервал движения. Екатерина Зойдина, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск. В Брянске в разгаре уборочная страда, и речь, конечно, не о сельхозработах. Рабочие дорожного управления уже полностью очистили проезжую часть первой категории и приступили к уборке второстепенных улиц и тротуаров. Погода как будто ждала наступления рабочих дней. Снежные заносы на брянских улицах появились сразу после новогодних выходных. На борьбу со стихией дорожное управление Брянска вывело почти 100 единиц техники. Это которые задействованы КДМ, погрузчики, трактора с нужно-щуточным оборудованием. Также привлекаем технику сторонних организаций в помощи по вывозу снега. То есть это порядка 17 единиц. Это погрузчики, самосвалы. Только за последние сутки с городских улиц вывезли более 3,5 тысяч тонн снега. Все обледенения посыпают песко-соляной смесью. На данный момент, на сегодняшний число, на 19.01, израсходовано уже порядка 20 тысяч песко-соляной смеси. Значит, заготовлено на общей сложности 30 тысяч 500 метров кубических. Ну, запас есть, и я думаю, что до конца сезона этого у нас всё хватит. На сегодня все дороги первой категории уже почищены. Сейчас основное направление – освобождение от снега и льда второстепенных улиц и тротуаров. Что касается каких-то обледенений тротуаров, да, тут есть нюансы. Город знает и администрации, то есть о том, что есть у нас недостаток в технике по уборке тротуаров именно. Об этом сейчас ведется вопрос о выделении нам денежных средств и приобретении на малогабаритной технике. Основная сложность для дорожников – очистка от снега и наледи пешеходных зон. Далеко не везде можно использовать большегрузную технику, поэтому приходится убирать вручную. Все силы привлекаются непосредственно люди, которых у нас работает порядка 240 человек. Это работает на пешеходных переходах, а также на остановочных павильонах. Это и дворники, наши асфальтобидорщики, которые в сезон работают в летний. Они сейчас все задействованы на уборке и очистке. Но есть свои недостатки в плане того, что, конечно, происходит обледенение, замерзает, снег утаптывает, перепад температуры и лед образуется. Тут уже приходится только в ручном режиме, ледорубами, отбивать вот эти подходы непосредственно уже на остановочных павильонах. Всего в Брянске более 500 остановок, так что очистить их от наледи сразу не получается. Но по заверению дорожной службы, уже через два дня дороги, тротуары и пешеходные переходы должны быть максимально очищены от снега. А вот работы по уборке снежных навалов по краям проезжей части продлятся гораздо больше. Но и с ними дорожники обещают справиться. Алексей Есипенко, Александр Жучков, События Брянск. А как с уборкой дворов справляются наши управляющие компании, мой коллега Алексей Есипенко расскажет подробнее в следующих выпусках программы События. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юношеским отрядом становится целый класс подростков. Теперь они будут жить в особом режиме. В учебном графике появятся дополнительные классные часы, встречи, уроки мужества, спортивные занятия. Будут привлекаться действующие сотрудники пограничного управления, которые будут проводить с ними занятия по следопытству, по изучению закона по охране государственной границы, по изучению пограничных традиций, будут освещать подвиги пограничников. Сивский район – это более 50 километров государственной границы. Пограничники много лет шефствуют над самой большой в районе школой номер два. Многие выпускники становятся курсантами военных училищ, стремятся пойти служить в пограничные войска. Я считаю, что этот отряд поможет мне в дальнейшем определиться с моей специальностью, стать на защите нашей страны и научиться каким-то боевым, военным искусством. Для меня это как возможность сплотиться с классом. Я считаю, что благодаря этому отряду мы с классом станем более дружными, ну и сплочёнными. Ветераны пограничной службы в торжественной обстановке вручили подросткам зелёные береты. Юные друзья пограничников произнесли клятву. Дорожить честью школы, прилежно учиться, уважать старших и ветеранов, развивать в себе силу, ловкость, мужество и волю. Быть примером для младших товарищей и опорой для своей семьи. Создавая класс пограничной направленности, военнослужащие сохраняют традиции патриотического воспитания школьников. В советское время в городах и посёлках были отряды юных друзей пограничников. Описаны подвиги маленьких помощников, которые даже удостоены государственных наград. Наталья Будник, Александр Власов, События, Севск. На базе Брянского государственного училища Олимпийского резерва прошла лыжная гонка эстафета, лыжня первокурсника. На соревновании побывал наш корреспондент Дмитрий Газин. На старт! Снег и ветер не препятствие для этих парней и девушек. 25 первокурсников из средних профессиональных образовательных организаций советского района города Брянска приняли участие в лыжной гонке. До этого всегда в этом мероприятии участвовало больше команд, чем в этом году. Но в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой и с погодными условиями немножечко меньше участников. У нас 25 участников. Но, однако, всех мы очень рады были видеть. И все будут награждены подарками. Такие заезды проводились неоднократно и традиционно проходили в декабре. Однако эпид-обстановка заставила перенести мероприятие на месяц. Один из организаторов – советская районная администрация. Раньше это было мероприятие, которое проходило в рамках училища Олимпийского резерва. Потом мы немножко расширились. И здесь уже советская администрация помогает и наградной атрибутикой. Это грамоты, медали. И, конечно же, поощрение судей, питание судей. Погодные условия не помешали юным спортсменам показать себя и получить удовольствие от эстафетной гонки. Очень яркие впечатления. Хорошая лыжня. Конечно, погода была не особо хорошая для проведения лыжни, но мне очень понравилось. В напряженном заезде пять команд. Поощрительные призы получили все без исключения. А тройку победителей, как и положено, наградили медалями. Дмитрий Газин, Алексей Рязанцев. События. Брянск. Работодатели Брянской области приняли участие в апробации новых сервисов. Видеовизитка и конструктор вакансий. Так называются два новых сервиса по продвижению вакансий, которые разработаны и будут внедрены в Центре занятости населения города Брянска. Как сообщили в Управлении Государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, в пилотировании сервисов приняли участие региональные предприятия, которые реализуют инвестиционные проекты. По словам замдиректора Центра занятости Анны Пауковой, работодателю необходимо так рассказать о людях, продуктах самой компании, чтобы привлечь больше талантливых кандидатов. Задача кадрового консультанта – с помощью пошагового конструктора помочь HR-менеджеру компании. Во время апробации сотрудники Центра занятости помогали снимать и монтировать видеопрезентации вакансий, а затем размещать их на порталах по найму персонала. В свою очередь работодатели высказали свои предложения по совершенствованию презентации вакансий. С их учетом сервисы в настоящее время дорабатываются. Готовые видеовизитки размещены на сайте Управления Государственной службы по труду и занятости населения Брянской области. Ролики будут транслировать в помещениях кадровых центров и разместят в СМИ. Светлана Дробкова специально для программы события. Новый сервис по поиску работы Airwork набирает популярность в России. Его разработала брянская IT-компания. Сервис будет одинаково полезен соискателям на ту или иную должность и работодателям, которые ищут грамотных сотрудников. Новый сервис называется Airwork. Его авторы – братья Виталий и Николай Мироновы. Создать такой стартап они решили, когда сами искали работу. Я сам пытался найти работу и столкнулся с тем, что половина объявлений уже не актуальна. И мы решили создать свой сервис, где мы честно поможем найти работу, а компаниям найти сотрудников. Если вы ищете работу или хотите ее сменить, скачайте на смартфон приложение Airwork. Это совершенно бесплатно. Пройдите несложную регистрацию, укажите, какую работу вы ищете и на какую зарплату. Вот, собственно, и все. Наш сервис полностью автоматизирован. И когда вы ищете работу, вы ждете именно продолжения от вашего работодателя. Работодатель видит ваше резюме, и если ему все устраивает, он отправляет вам предложение. В приложении нет привычного каталога вакансий. Выбирать и обзванивать работодателей не придется. Ваше резюме видит работодатель. Если оно его устраивает, то работодатель усылает вам вакансию в приложение о работе. Для работодателей есть веб-версия этого сервиса. Принцип работы аналогичный. Нужно только зарегистрироваться и разместить вакансию. Веб-версия существует только для работодателя, чтобы он непосредственно мог разместить свою вакансию и посмотреть вашу резюме. Даже если сейчас вы не ищите работу, вы можете разместить свое резюме на сервисе Airwork. Ведь никто не знает, когда появится хорошая вакансия. Александр Новиков, Алексей Рязанцев, События Брянск. Еще больше новостей на нашем сайте губерния.тв. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Хороших вам новостей и до встречи.